История Руси Санятие 65-е. Битва на реке Калка. Поражение. Итак, давайте разберемся сначала с местом реки Калки. Современное место реки Калки это Донецкая Народная Республика, ранее в составе Украины и Советского Союза. Это Донецкая область. Это район реки Кальмиус между городами Торрес и Амвросиевка, ближе к селению или селу Янова. Именно там протекает река Кальмиус, в которую впадала ранее Калка. Сейчас это небольшой ручей. Под натиском монголо-татар к русским границам устремились половцы. Галецкий князь Мстислав собрал на совет в Киев князей, которые решили биться с монголо-татарами вне границ русского государства. Русские убили татарских постов, что было, конечно, чудовищной ошибкой. Мстислав Романович, Владимир Рюрикович и князья Черниговских уделов привели ополченцев Киева, Смоленска, Путивля, Курска и Трубчевска. С ними соединились волынцы и галичане. Половцы тоже стекались к этому войску, расположенному у реки Хортица. Передовой отряд татар был разбит. Князья 9 дней переправлялись через Днепр, гнались за татарами, затем остановились у реки Калка. Здесь и будет совершено решительное сражение. Русские с татарами сразились у реки Калка. 31 мая 1223 года как раз и состоялась эта трагическая битва на Калке. Половцы, не выдержав напряжения, боя бежали. Русские бились мужественно, но вынуждены были отступать. Сказалась, конечно, их малочисленность и несогласованность действий. Многие князья погибли. Русское войско было полностью разбито. Тактика боя, конечно, была совершенно разной. Русские, как и европейцы, первоначально до боев с монголо-татарами, они уповали на личное мужество. Тогда как монголо-татары уповали на коллективизм, то есть на коллективные действия, особенно конные действия, согласованные, протренированные, отточенные до мелочей. Мстислав Романович Киевский с десятитысячным войском, не согласовывая своих действий с другими князьями, решил биться один, похваляясь-то справиться с татарами самостоятельно. Часть войск Чингисхана под руководством полководца Субидея осадила лагерь киевлян. Русские воины поставили кругом повозки, мимо которых с диким криком промчались отступающие полоцы. Плотным кольцом монголо-татары окружили лагерь, а затем ринулись на киевлян. Началась лютая резня Сеча. Лишь на третий день врагу удалось овладеть лагерем киевлян. Те отступили по направлению к Днепру, но немногим удалось спастись. Мстислав удалой пересек реку и удалился в Галич Владимир Журикович Смоленский в Киев. Троих русских князей во главе с Мстиславом Романовичем обманным путем полонили. Пообещал, что не прольют их крови. На русских князей ожидала страшная смерть. Монгольские воины-победители, расположившись на равнине вокруг Кургана, недалеко от Калки, развели костры. Чтобы унизить русских князей, они повалили их на земь, принесли доски, оглобли от разрушенных повозок, сделали огромный помост, настлали его на лежащих людей и начали пир. 300 татарских военачальников до утра слышали стоны русских князей. Монголы отказались принимать какой-либо выкуп, жертвуя своему богу Сульде этих несчастных пленников. На следующее утро, отягощенное добычей, монголо-татарское войско покинуло русские земли. Впереди ехал Субидей. Он ввез в Торбе отрубленную голову киевского князя Мстислава Романовича. Кочевники ушли к реке Этиль, что на Волге. Далее через южные отруги Каменного пояса, то есть Урала, и ушли к равнинам Хорезма. В Кипчакской степи вновь наступила тишина. Спасибо за внимание. На следующем занятии в видеоуроке 66 мы с вами изучим тему завоевания монголами северо-восточной Руси. До свидания. Продолжение следует...